Ага, на сервере. Хорошо. Тогда follow 0.0. Вот как я не люблю эту ерунду, когда стрим автоматически врубается, я просто в такие моменты откладываю большую кучку кирпичей. Видимо, поэтому у меня стул так и скрипит. Запись на унинде тоже готова. Ну что, мы, в принципе, уже во всеоружии. Готовы следить за игрой. Follow 0.0. Готовы бинды на follow. И будем сейчас наблюдать за матчем Токсика и Амая. Блин, что-то я совсем приуныл. Друзья, это же Empire Амай, это белорус, да, белорус Амай, который может вообще втащить на самом-то деле. Тем более вот на русском сервере, где у него пинг, ну, более-менее 50 и стабильный, да. У Токсика, конечно, поменьше, он из Швеции, а на Швецию, вообще, из Швеции коннект почти в любой, в любую, то есть, как бы на любой европейский серверскую клавию, ну, за исключением некоторых, довольно хороший. Ну, на Россию подавно, все-таки от Швеции до России довольно близко, наверное, даже ближе, чем до Германии, да. То есть, наверное, от Швеции до Германии на самолете-то не меньше часов четырех лететь, а до Москвы часа два. Нет, ну, до Питера часа два, до Москвы фиг знает, до Москвы, может, и три придется полететь. Точно не могу вам сказать, потому что за Москву и Швецию я не летал. Ну, ладно, неважно, 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 неважно. Значит, АТОКСИК, это, по сути, легенда, в свое время выигрывал все чемпы в Q4, вообще, вообще все. Игрок такой команды, как Айсклаймберс, играет с такими, то есть, в составе Айсклаймберс, это Стерми, это Фокс, это, не знаю, Винс, это Линкин, ну, по-моему, да, по-моему, я не ошибся. Ну, да ладно, неважно, пока что ребята еще не черкали карты, я, наверное, пойду, что ли, чат почитаю, там, как чуть что будет готово, мы обязательно, обязательно вернемся на сервер. Так, дело все, я не знаю, к чему это, немного выше к Морио и около Франции, то есть, Швеция дальше. Споры еще у нас по поводу пауэрлифтинга тут в чате идут. Из Берлина в Стокгольм лететь один час, да ладно! Серьезно, что ли? Вообще никогда не поверю. Вот пока сам не слетаю, не поверю. Почему Килсона не было в голосовалке? А с кем играет Килсон? Килсон играет с Мадульсом, что там смотреть? Не, ну, как бы, вообще, на самом деле, там есть что смотреть, там игра будет довольно равная, но я, по-моему, Токсик, который зарегистрировался на Зотике... Вы помните вообще, когда Токсик играл на Зотике? Назовите мне последнюю дату, когда Токсик играл на Зотике, я вам личную руку пожму. Я не помню такого. Амай, Амай, наш с вами родной, родной товарищ Амай, за него надо болеть. Ну, и там, как бы, Эвил еще был вариант, да, ну, Эвил, понятно, тоже, как бы, свой, в принципе, его тоже можно было посмотреть. Но, как бы, Эвил Гарпи, Гарпи, он англичанин, он опасный, но, по-моему, ну, я не знаю, то есть, как бы, почему я сделал так? Это, как, знаете, вот, необъяснимое, необъяснимое чувство, когда вот прям, ну, тянет к этому матчу. Тем более, вот лично я скажу вам, я лично хочу посмотреть на Токсиков в деле. Как он, как он вообще, он может вообще ломать? Может ли он ломать? Он играл с Метчиком, да, который, в принципе, заставил его понапрягаться здесь, на ЗТН-е. Записи этой игры нет, но Метчик это, ну, как бы, вроде бы, ноу-нейм, как бы, я лично не знаю, и... Может, я где-то и не прав, может, он и не ноу-нейм, может, это чей-то фейк. В любом случае, как бы, если меня там кто-то, кто-то услышал и кого-то это задело, это просто из-за недостатка информации, друзья, поймите. Поймите меня правильно. Вот. Ну, и, в общем, Амай это такой соперник, который на самом деле может заставить Токсиков. Просто, блин, Амай, он тоже редко играет, а Токс тренировался очень много. Как я прочитал на ЕС-реалити, он довольно много тренировался, и... Я не знаю, сможет ли Амай здесь победить, но я надеюсь, что он, по крайней мере, покажет лучшее, на что он способен. Покажет просто великолепную игру. Так, в чате. Создавай справедливое голосование. Ну, давай прямо сейчас переголосуем. Вот давай, давай, я добавлю. Матрекс, Тире, Килсон. И вот давайте сделаем голосование. Неужели кто-то проголосует за эту игру? Я, ну, как бы, ну, кто-то проголосует, понятное дело, но я все равно уверен, что Амай Токс это лучший вариант. И сейчас, как бы, люди назло, да, назло переголосуют, чтобы Форрз зафейлил. Ну, ладно, ладно, шучу. Давайте, ребят, потом я посмотрю на результаты голосования. Я, it was cool, я буду тебе сокращенно называть. Так, я, конечно, соглашу с тобой, что я не прав, и что надо всегда все варианты добавлять, ну, просто, ну, это было здесь не совсем целесообразно. Хорошо, в будущем буду. Синхронизируем Повы, за Токсиком будем смотреть. Так, у меня все нормально. Ну, это ЗТНчик, друзья, это ЗТНчик, это наше с вами родное, родное дело. Амай и крутой ежик должен просто здесь наказывать. Тем более, что у него, ну, крайне неплохой респаун. Тут получился, как я посмотрю, что он вроде как разменялся. У Токса особого преимущества нету сейчас. Вот, сотка армора, она неплохо, он прошавчивает. Амай в прыжке не попал этот рейлган, и спамом пытается выбить Токсика. Ну, просто Токсик это такой пацан, которого, вот, ты спамишь, а Токсик нарезает, понимаете? То есть, как бы, спамить лишний раз не нужно, потому что Токсик может очень жестко... Прошавтите, как под гранатами! Смотрите, Токс ворвался, сделал, собственно, первый фрак, и не повезло с респауном Амайо. Знаете, какую я игру вспоминаю? Шоуматч Авика против Токсика на Затэне. Если здесь получится нечто похожее, будет, наверное, очень круто. Но пока что, в принципе, невероятный камбэк нужно будет делать Амайо, потому что... Ну, 3-0, блин, беда, беда. Вот уж даже не знаю, верите в Амайо здесь или нет. Да, наверное, надо верить, надо больше энергии. Вот сейчас как раз фейли с роккеджампом Токсик, в этом моменте... Ну, где... Вот он Амай, красавчик! Просто красавчик! Давайте перейдем на Белоруса, посмотрим, посмотрим, как он воспользуется своим преимуществом. Ой-ой-ой, никак, просто никак. Он сейчас попытался разменяться с Токсом, но у того осталось всего лишь там 28 хп, да, если я не ошибаюсь. Так вышло, что... Ой, так вышло, что не получилось нормально сделать. Там еще попали гранаты, ломая не то, что там... Помимо Рейлгана, да, влетела еще какая-то гранатка сумасшедшая. И пока что... Амай просто с невероятно низким стэком бегает по ЗТН-у. Единственное его преимущество это позиция, да, то есть он... Не... Не может... Как бы... Он мешает Токсу прямо вот так дерзко забрать красный, сам он армор подбирает. И, может быть, как-то сейчас попытается нахамить на верхнем желтом, да, Попытался как-то подрейлить каким-то образом, но Токс, он как бы пацан-то умный, Уже опыта на затаение у него хоть добавляй. Все эти прострелы, все эти интересные штучки он знает. Резким прыжком выбегает здесь, на полтиннике, драться, забирается по лестнице, Амай наносит хороший дэмэдж, но этого слишком мало, чтобы убить Токса в том моменте, Когда он поднимался по лестнице, немножко дэмэджит себя гранаткой, Плюс залетает спам, но это все ерунда, потому что Токс по-прежнему, Имея преимущество на карте, крайне-крайне быстро отжирает свой стэк. Ну же, ну же, Амай, давай, давай, 17 хп осталось у Токса аптечки, аптечек нет! И на гранатах может что-то сейчас произойти, если Токс будет крайне неаккуратен. Ну, все-таки опять я позволю себе переключиться на Амая, У него сейчас хорошая позиция для подбора армора, главное, чтобы не затупить. Ну вот, блин, помедлил, медлил, медлил Амай, и аптечка нужна, Ну, хотя бы держит он рельсу. Сейчас должна появиться мега-хелс, точнее, должна появиться мега. Правильно надо расставлять, расставлять рот в русском языке. Так сказать, синхронизировать. Ну, и опять красная, в принципе, Амай, она не столь нужна, но просто, чтобы не досталось Токсу, подобрать ее, конечно, надо. В общем, у Токсика сейчас, помимо Миги, у него еще должен быть солидный стэк по армору, да? Сейчас почекаем, да, вот у него сотка армора, ну как солидный. А от Миги у него, кстати, почти ничего не осталось, и это, в принципе, шанс для Амая перехватить инициативу на карте. То есть, начинает забирать каким-то образом мега-хелсу. Сейчас лежит Мига, Амай не знает, и вот Токс получает. Блин, он знал бы Амай Мигу, он пришел бы, он бы разминился бы там с Токсом. А так он отдал преимущество. Ну да, вот он там три раза подряд красный забрал. Так что толку? Токсик подобрал Мигу, Токсик подобрал там оба желтых армор... Ну, не оба желтых, там, да, какие-то желтые арморы подобрал. В результате у него сейчас 150 брони, я уверен, и 200 хп. И... Он уже... И Амай проигрывает по стэку. Сейчас вот он занимает позицию на Мига Хелсе, он знает, когда красный, но не знает Миги. Но я так полагаю, Амай будет до упора здесь стоять ждать. И вот она как раз появилась в Мига, слышит Амай, забирает... Как бы у Токса и так уже 150 армора, размена не получается. Токс попадает в первый рейл, падает на шафтах, драться хочет он с Амаем. Ловко Амай перепрыгивает, шанс забрать красный есть. И ракетжамп от Токсика. Здесь грамотное решение, конечно же, с этим не поспорить. Амай просто вынужден сдаться в этой позиции. Ждет выхода из телепорта второго ракетжампа, возможно, не будет. Но Токс стоит снизу и готов подрейливать. 5 минут остается до конца карты. Очень я волнуюсь за Амая. Он, конечно... В принципе, тут еще все может быть, как показала сегодняшняя игра. На ДМ-13 на Миге. Война! Токс получает первый рофит в подвиге. Второй тоже неплохо прилетел. Токс, правда, очень сильно распаковал Амай своего энеми. Наоборот, Токсик распаковала Амая. То есть у того был довольно солидный стэк. Был, в результате осталось 80 кп. Сейчас нельзя медлить красный, забрать резко, пока Токс на плазмогане. Все правильно делает Амай. Подбирает патроны к шафту. Слышит Токса. Вроде бы там было слышно. И выходит сейчас на центр карты. Видит здесь Токсика рельсу. Ах, черт. Не попадает рельса, друзья. Не попадает. На шарды. И занимает на Миге позицию. Уворачивается от гранаток. Угу, угу. Смотрит. Девайсик подобрал. Ирокиджам туда, наверное. Угу. Красивый Амай. Забирает красный. Может как-то попытаться подловить энеми на верхнем желтом. Ну, можно и самому забрать. Что там, кстати, у Токса? У Токса сотка армора. И он, кстати, стоит на телепорте. Сейчас Амай... Если Токсик бы респушил с телепорта, он мог бы застать его врасплох. Где Токсик по-прежнему на первом этаже. Ждет Мигу. Амайу надо залетать на Мигу. Просто без вариантов. Амай на Мигу. Друг, падай. Но поздно, поздно упал. Тем не менее. Хорошо, ракета раз. Вторая промазала. Рейл в лес. Рейл ни о чем. Токсик стоит там. Контролька. Чуть-чуть задел. Токс прячется шафт на шафт. Уже хочет подрейливать. Ну, в результате, в общем, Амай нормально разменялся. Надо отконтролить красный обязательно. Токс будет выходить с полтинника. Это дураку понятно. Но вот Амай подпрыгнул здесь на гранате. Да, то есть гранатом подпрыгнул. Ну и напугал Токса, конечно. Конечно, напугал. А, вот этот рейл ган. Размен, шафт включает. То есть, в результате того, что Амай позже попал рейл, он позже включил шафт. И, то есть, как бы, размен в пользу Токса произошел. Но инициатива на карте до сих пор принадлежит Амайу. Он начинает немножко уже волноваться. Я это вижу. То есть, он начинает делать вот эти вот некоторые такие движения, которые... Ой, запищал! Запищал, надо дожать! Надо дожать! Прыгай за ним в телефон. Вдруг, пляска смерти. Минус Токс на респаун. Отправился. Слышит, Респа-май падает вниз. Он на шатгане там, но вот чекал рейл, да. Точнее, чекал с рейл ганом. Выход на ракет лаунчер. Амай, ну, как бы, Токс не дурак, таких вещей не делает. Фу, ну, главное, что отправил на респ. Правда, динамики не получилось. Динамику развить не получилось. И поэтому сейчас Токс, наверное, сожрет желтенький. Он, как бы... Но надо в течение секунд 30-ти его дожать. Потому что он подберет базуку, подберет шафт еще. И будет вообще грустно. Опа, аэрокет, пожалуйста. Правда, Амай попал в сумасшедший рейл. Вертикальный. Абсолютно вертикальный. Где же Токс? На телепорте стоит. А Амай-то это знает. Ну-ка, зумчик работает у меня. Зумчик работает. Залетает контролька. Хорошо, рейл попал и... Нет, ну, и там остались какие-то хпшки у Токса. Где же Токс? Токс на полтиннике. У него еще там есть 50 армора. Давай, Амайушка, давай, мало времени. Время поджимает, друг. Аккуратненько заходит на шатгане. Токс, где Токс, где Токс? На ракет-лаунчере. Амай падает вниз. Токса нету. Пытается пушить, но... На шардах тут уже очень сложно атаковать. Там крайне узкое пространство. И залетать... Тяжело залетать. Понимаете? Ну и начиная тут в крайне нехарактерном для себя стиле играть Токсик. То есть вот этот плюс-бэк я редко от него вижу. Он очень часто играет агрессивно. Лежит сейчас Мегану. Три фрага, друзья. А в принципе, три фрага ДМ-13-40 секунд. Одна минута, три фрага за ТН. Полная инициатива у Амайя. Слышит, слышит, слышит. Патрончики, патрончики. Слышал Амайя, да? Слышал уже? Я слышал. Хорошо, рельсу попал. Раз. Два рельсу попал. И теперь дожималь. Идет Амайя бодаться. А, запищал. Там подобрал полтинник. Токс где? Токс попадает рейлган. Попадает рейлган в ответку Амайя. Ой, хорош. Ой, дожало. Теперь респаун. Друзья, смотрим. Токсик рессается на нижнем желтом. Сразу же бежит на плазму. Амайя этого не знает. Он просто только что оттуда ушел. И он думает, что он где-то здесь прячется. Это провал, друзья. Сейчас лежит красная. Токсик по-прежнему где-то там, да, на плазмогане прячется. И сейчас Амайя снизу заходит. Видит, слышит. Токсик убегает. Начинает. Получает немножко шахта. Стопает плазмой. 10 секунд остается. Убегает Токс. Но это похоже, что ГГ. Немножко-немножко не повезло с респом. Да, Амайя. На последних секундах, на последней минуте не повезло с респом. Так бы, в принципе, мог бы и сделать комбэт. Почему бы и нет. Тем не менее, игра на затейне получилась крайне контактной. Меня это порадовало. Будем следить за следующей картой. Ну что, ребят, как вам Токсик могет? Ну вот, все равно, да, за первый вариант 70% голосов. Так я посмотрел. Сейчас будет камбэк 100%. Ну там вообще все шансы для камбэка были. Я думаю, это понятно. Да, и вторая карта Т7. Ох, кто же ее выбрал? Кто же ее выбрал? Кто же, кто же этот парень? Непонятно, непонятно. Так, повы. Так, Токсика, нулевые повы. То есть, вот, нулевой игрок, это всегда тот игрок, который сервер создал. Поэтому нулевые повы. Угу. Амайя готов, Токсик готов. Отличненько. Готовим синхронизацию. Три, два, один, Т7. Шлеп. Токсик появляется на Рокет Лаунчере. Забирает Мигу и сразу же резко выходит на центр. Смотрите. Ой-ой-ой, амай терпит. У него есть базука. Сейчас, в принципе, мог бы распеклять. В принципе, мог бы распеклять. Но Токс попал просто очень много шафта. Давайте посмотрим, сколько он вообще шафта попал. Этот парень попал 35 шафта. Ну, я думаю, без комментариев. Сейчас должна появиться красная. У Амайя, в принципе, есть шанс с базукой, если успеть упасть. Ну, здесь уже на воде, конечно, без вариантов Токс делает фраг. Еще один респаунд. Крайне не фартовый для Беларуса. Рокет-джампом он уходит. Грамотный ход. Предлагаю переключиться на Амайя и посмотреть за его игрой сейчас. То есть, надеюсь, что он сразу, в принципе, не должен умереть, как мне кажется. То есть, вроде бы убежал, успел перевести дух, скушал два желтеньких армора. И сейчас должен вот как-то вот аккуратно. А какая ошибка, Амайя? Вот этот рефлекс, он крайне, крайне вредный в этой ситуации. То есть, он что хотел? Он красный хотел подрейлить. Он увидел, я уверен, что он как бы... Его мозг успел подумать о том, что как бы нельзя из рейлгана стрелять. А руки почему-то сделали. И так вышло, что Токсик, конечно же, получил полторы секунды. Вот задумайтесь, в Квейке получил... Токсик получил полтора секундное преимущество. И этого оказалось более чем достаточно для того, чтобы убить человека. Для того, чтобы сделать фракту. То есть, насколько все-таки Квейк динамичная игра по сравнению, там, ну, с чем-то другим. Когда за вот такую вот ошибку, за эти полторы секунды, просто можно, ну, как бы... И преимущество можно выбить и... Как-то смешно получилось. И инициативу перебить. И очень-очень... Можно многое сделать за полторы секунды в бою. Хорошо, еще умирает Амай. Ну, это, конечно, плохо. Я почему-то привык говорить хорошо. Не знаю, может, мой оптимистический настрой как-то влияет на стиль комментирования. Но, тем не менее, ну, пока что Токсик просто непобедим. Влетает на красный. Амай неплохо отстреливается. Базука летит в рот. И... Токсик, в принципе, негодует немножко. Но всего лишь немножко. Потому что контроль на карте по-прежнему в руках Шведа. И... Как-то... Как-то попытаться ему доказать, что он неправ. Здесь ему крайне тяжело. Арки-джампом Амай уходит. Этот мув ловко читает Токс. Крайне ловко читает Токс. Хотя это было очевидно, по сути. То есть, вот этот вот раки-джамп с нижнего желтого армора. Ой, Василий. Как так? Раз, два. Заход в телепорт, третий рейл. Какие прогнозы на финал? Килсон Токсик? Да почему сразу Килсон Токсик? А как же Эвил? Чего вы Эвила со счетом скисываете? Эвил-то мойдет. Может и как бы убить... Килсона-то. Запили голосовалку. Ну, попозже. Попозже запилю. Просто сейчас у нас игра. Ну, блин, а Майя, ну, немного беспомощным здесь смотрится на Т7. На ЗТН он как бы хоть как-то делал хорошо. Давайте посмотрим немножко от его лица. Опять в очередной раз понадеемся, что он сможет все-таки что-то попасть на Т7. Подбирает нижний желтый армор и... И что? Ну и сразу же отдает чуть больше одного желтого армора. По сути, можно сказать, что даже два отдал, потому что 80 дэмэджа. Это почти два желтых армора. На плюсбэке тащит. Попадает базуку под ноги. И есть, кстати, хорошая возможность сейчас забрать Мигу. Ага. Все так просто, да. Токсик отрейливает, Токсик наносит дэмэдж шафта. Хотя Амай тоже неплох. Попадает две рельсы, да? Или одну рельсу... Нет, вроде две попал. Еще одна. Летает Токса, он не допрыгивает до желтого. Сейчас надо попробовать дожать. Выходит Токс, телепорт, еще один рейл от Амайя. Полтинничка нету, ничего нету. Не держит рельсу. А, вот Токс как раз таки держит. У него сейчас целых 70 армора было. Стараясь Амайя распаковывать и... В какой-то степени у него... Это получается, но... Просто настолько он много наотдавал девайсов, Что просто так убить Токса... Вот если он там даже и даже 3 рельгана влетает... Все равно Токс подбирает аптечки, Подбирает какой-то стек небольшой, да? И все равно его не убить. То есть у него там есть какой-то запас. Амай, да, Амай был в инактиве, поэтому... Ну, Амай, когда не в инактиве, он все-таки играет, друзья. Когда он не играет в инактиве, это значит, что он в инактиве. Ну, это логично, да? То есть, в принципе, Амай игрок, который не упускает турнир, Когда он играет. Но когда он был в форме, на самом деле, Амай меня радовал сильно. Поэтому я, наверное, и решил, что этот матч, наверное, наиболее интересный. Надо было все-таки ЗТН выигрывать Амайу, похоже. На Т7 он не так силен. Две рельсы попадают, и Амай решает, что этого достаточно. Для того, чтобы наброситься на Токса. Так-то это, конечно, так. Но ловко увернувшись там, да, за стеночку, Токс, включая Рокет Лаунчер, там попал на минус 100 Рокет. Ну, можно сейчас первый фраг сделать Амайу. Все равно Токс сопротивляется, причем крайне агрессивно. Ох ты, смотрите. Сот Кармора откуда-то есть у Амайя. Он начинает какой-то делать камбэк. Сейчас летает здесь плазмы. Токс включает. Боже, сколько плазмы. Ёшкин кот. Со 100 хп Токсик умудрился убить 300 хп у оппонента. Но возмездие не заставило себя долго ждать. Амайя удачно зареслась. Сейчас будет Эвил против Гарпи. Ну что, друзья, вообще тут, конечно, не вариант. Не вариант. Да, Токсик перехватывает контроль. Давайте все-таки, наверное, пойдем на Эвил Гарпи, друзья. Потому что я что-то не верю в Амайя здесь. Не думаю, что он сможет выиграть. Мне бы пароль. И будем смотреть Эвил против Гарпи. Такой у нас получится. Четвертьфинал. Разделимся, да? Посмотрим все сразу. Если бы кто-нибудь узнал пароль. Вот, СПМА, ты же вроде знал, да? Угу, пароль стандартный. Сейчас быстренько переключимся. Ну, я надеюсь, что я успею там подконнектить. Все подконнектить. Все сделать. Вроде бы, кстати, Эвил мне не отвечает по поводу пароля. Значит, там матч еще не начался. Сейчас зайду, попрошу. Секунду. Секунду попрошу. Только не вылетай, блин. Коннект. Ладно, сам попрошу. Прошу немножко подождать. Так. Ай, тут уже все началось, друзья. Ну, ладно. Сейчас я снова постараюсь подключить как можно быстрее. Как бывает, лагает. Надо выключить картинку. Да, и все будет сразу хорошо. Так, ну что. Смотрите, пока я игру, кто на воде. Сейчас я буду коннектить основу. А, ну тут, кстати, Амай уже и вышел. Такие пироги. Давайте, LiveMatch. И, конечно, так бы по-хорошему надо было бы закрыть монитор, закрыть экран картинкой. Но поскольку мы спешим, поэтому факт за полис. И пароль вводим так. И коннектимся. Кто спалил, молодцы. Так, давай же, давай же, давай же, давай же. Так, все. Вот Гарфи у нас тут, я так посмотрю, за первые две минуты Эвил умудрился уйти даже в минус на Т7. Вот кто-то там говорил, если вы уходите в минус на Т7, спросите у Форса, как это сделать. На самом деле, можно еще у Эвила спросить, попытаться. Килсон ВС Павелек 2-0 по красоте. Ну, я так понимаю, Килсон выиграл. Так, Гарфи пока что начинает катать нашего Сергуню. Сергуню по Т7, причем довольно жестко. Уже 5 фрагов у него есть преимущество. 5 очков точнее, фрагов у него 4. Так, там, если быть более точным. Да, и напоминаю, что мы резко переключились на другой четвертьфинал. На четвертьфинал, где играет англичанин Гарфи и наш русский игрок Эвил. По-моему, я как-то очень долго рассказывал об этом матче. Кстати, неплохой шафт от Эвила здесь, но, правда, не удалось ему нанести критического демэджа. То есть, тот подобрал красный, тот берет еще аптечку и выйдет на Мегахелс. Вот такая вот ситуация, крайне неприятная для Эвила. То есть, в таких моментах Серега начинает брать в руки первый попавшийся вэпон и просто пытаться нанести какой угодно демэдж. Сейчас должна появиться красная. 2 рейлгана мимо, 3 рейлгана мимо. Красный подбирает игрок Elite Killers. Ну, вообще, он вроде бы как Dignitas, но вроде бы за ЕК в составе, наверное, на каком-нибудь Еврокапе играл. Поэтому и поставил этот клантан. Вот сейчас должна появиться Мега. Эвил знает и Мегу. Ну, уже забирает Мегу, только, правда, получает ракету под ноги. Жесткий демэдж, неприятный. Это минус Мега, я уверен. Неужели Гарпи будет падать на красный? Нет, конечно, он не дурак. Таких глупостей делать он не намерен. И как-то будет... Вот видите, Эвил, да, резко выпрыгивать в эти телепорты. Из-за этого его Гарпи просто наказывает. Да, на холде там постоял. Похолдился немножко. Подождал, пока Эвил выйдет из телепорта. В нужное место кинул контрольку. Тот подлетел, потом шафт. Чего вам рассказывать? Я думаю, вы все сами видели. Что там вообще произошло? Ну же, ну же, ну же, давай, друг. Да ладно, нифига себе. Вот это Гарпи попал. Если бы он не попал этот рейл, Эвил бы вышел в телепорт и зашоткивал его. Слушайте, а что-то англичанин какой-то прям мега жесткий. Я тут, похоже, на пароли напалил, да, и... Дистрибью-то не получилось. Зайти, блин, Эвил уже минус 2 уходит. Ну, похоже, игра будет продолжаться в таком русле. Пока Эвил не сделает первый фраг. Может быть, Эвил сделает так, но... Как бы он тоже может сделать подобную пробежку по карте, по кругу все забирать, да. То есть, по сути, что сейчас происходит? Гарпи просто бегая по кругу забирает все девайсы. Красный с любой появится одинаково, но я не думаю, что вот этот... То есть, Эвил так начинает, не знаю, агриться или... Чем больше, короче, вы убиваете Эвила, тем больше у него вот это вот состояние, тем как бы для него характернее то состояние, когда он ничего не может сделать. Да, вот он просто бегает, он там попадает в какой-то жуткий шафт, он попадает в хорошие вещи, но этого слишком мало из-за того, что он часто открывается. Такие штуки надо попадать, когда вы находитесь в позиции. То есть, находясь в позиции, попав в такой шафт, вы всегда можете удобно выскочить, да, и получить минимум урона, и нанести его максимум. Возможно, даже сделать фраг. А здесь Эвил пока что, ну, просто очень жестко отдается. И вообще, как бы, в гарпе ли это... Может, Стрэнкс обиделся и решил спросить в гарпе аккаунт? Не, конечно, глупость. Конечно, глупость. Это все-таки... Такого не может произойти. Просто, я думаю, вы согласны, что не согласиться с тем, что гарпер попадает просто в какую-то херню, невозможно. Крайне мало валидола у нас в этой игре. Я бы даже сказал, что вообще его нету. Игра протекает не то, что в одни ворота, но она, по-моему, уже давным-давно закончилась. Эвил просто вполне обоснованно может написать в консоли парфейт. То есть так, как отыграл Эвил, это просто рейп. Ну, тут на самом деле не в этом дело. То есть, ну, просто не пошло. Просто не пошло с самого начала. Я, к сожалению, не заметил, какие там были РСПы. Может быть, гарпер там получил выгодную позицию. И с этого, как бы, все пошло и поехало. Да, Круси, давайте посмотрим, что ли. 40 рейл у Гарпи. Это довольно высокий показатель. Особенно для Т7, где вот сингл-рейлганы, они очень многое... очень многое решают. И Эвил че-то просто встал. Ох, наверное, будет... наверное, будет дожидаться. Давайте тогда уж чат почитаем, раз Эвил здесь сдался и просто даже уже бегать не хочет. Так. Шокированной игрой. Ну, я согласен. Согласен, что... Жалко зазнавшегося Эвила. Ну, не видел, чтобы он как-то... Не видел, чтобы он как-то зазнавался. Ну, вообще, да, Эвила жалко. Продолжает беготню. Говорят, что следующая карта будет ДМ-13. Ну, Гарпи там, кстати, тоже неплохо играет. Ну, что, Эл, пытается выйти из минусов, да? Вроде получается. Выходит из минусов. Еще один хороший респаун для Эвила. И он сейчас может сделать еще один фраг, по сути. Если немножко поднажмет, то догонит Гарпи. Ага, там снизу, снизу. Ну, и Гарпи. Ну, просто ни о чем, друзья. Просто ни о чем. За игру 6 красных и 4 Мегахелса. У Эвила просто несравнимые показатели. Просто несравнимые показатели, да. Я думаю, вы со мной согласитесь. Агент же Кизор видел, как Павел... А, агент с нами! Нифига себе! Это точно был Гарпи. Че-то не помню, чтобы он так скиллово играл. Да нет, Гарпи вообще хороший игрок. Просто он не в форме. Он не в форме и... Ну, был всегда не в форме, когда мы за ним наблюдали. Вот, кстати, можно биндить на Гарпи. Это гарпиевский сервер. Ну, а так-то я абсолютно согласен, что Гарпи на удивление хорошо сыграл для себя. Для себя против Эвила на Т7. Ну, я думаю, что он для всех на удивление хорошо сыграл, потому что Эвил это потц, который... Ну, в последних турнирах выигрывает Стрэнкса, там, напрягает Сайфера. И просто сливает в минуса... Ну, почти в минуса сливает Т7 Гарпи. Там, да, там до седьмой минуты минуса. Это... Это что-то с чем-то, скажу я вам. Так, уже у нас готов Гарпи, готов англичанин. Ну, и что у нас с Эвилом-то? Что у нас с Эвилом? А с Эвилом ничего. Он, похоже, просто вармапится. Просто пытается как-то попасть. Вот он, мой любимый архиджамп в исполнении без гранат. Ну что, Рэзи, поехали. Будем смотреть, если не... Ну, вообще, по в Гарпи надо нас... Ну, ладно, давайте включим Эвилом, просто ловким лет-кликом. Итак, вот, все, отлично. Так, я точно могу знать, что синхронизация есть. Ну, вот, не знаю, как Эвил, я лично крайне не люблю такой респаун. Да, ты подбираешь красный плюс Мигу с самого начала, но у тебя нет девайсов для того, чтобы как-то бороться с оппонентом. Ракетлаунчер есть у Гарпи. Вот, и кроме плазмогана, по сути, Эвил ничем похвастаться не может. Летят ракеты. Гарпи просто бомбардирует армор из базуки. Ну, довольно странно звучит, я понимаю. На основе звук совсем что-то там, бла-бла-бла. Что там со звуком на основе? Угу, вижу. Я вообще не понимаю, как так звук резко переключает, но все, есть правила, проблема со звуком. Тихо стал, да? Непонятно почему. Но Эвил делает как бы первый фраг на ДМ-13, это радует. И что же, что же дальше? Что же дальше будет делать Серега? Надо постараться как-то... Опа, Гапи тут уже... Как он так быстро оказался шафтой? Ничего себе. И сейчас, блин, верхний желтый можно... А, базуки нет. Базуки нет у Эвила. Окей, тогда все нормально. Не хочет Эвил сразу падать на красный. Вы посмотрите, как жестко он его прошафчивает. И две ракеты, Гарпи, два хп. Унесет. А, не уносит. Но, тем не менее, попадает из ракеты Эвилу прямо в зубы. Шафтец подбирает зло. И выходит, тут уже где-то начинает распрыгиваться англичанин. Может быть, это не очень хорошо для Эвила. Потому что у него все-таки не так много хп, как хотелось бы. Залетает контрольки на муви, пытаясь Эвилу подловить. Ну, блин, зачем это делать? Там же полтинник, е-мое. Ох. Ой, ну в Вася пролетает нормальный рокет. И еще Гарпи фелитрагеджамп. Он здесь подбирает патроны к шафту. А, шафт. А, вот он исчез. Ну, немножко погорел в лаве. Поджарился так. Слегонца. Ну, это очень хорошая ракета, конечно. С этим не поспоришь. Эвил вынужден просто отправиться на респаун. Он выходит на машине, пытается убить Гарпи. Эвил, боже, что ты творишь? Ой, как он там наполучал. Гарпи-то чё? Ему-то пофиг. Он подберет сейчас армор. Он подберет мигу. А вот Эвил. Что будет делать Эвил? Он там разменялся? Ну да, вот там аптечки сожрет. Он там подберет желтый. И... Ну, ему сейчас просто не выйти будет. Здесь... Ну-ка, по крайней мере, крайне тяжело. Неужели он через низ вышел? Ага, Эвил уже стоит там на красном арморе. Друзья, обратите внимание. Гарпи это все прочекал. И если Эвил не унесет, это... Ну, хотя бы красный унес. Народ. Сейчас заберет полтинник. Это уже... Как бы определенный такой... Бонус, который дает Эвилу... Ну, просто-просто-напросто возможность. Стать на миге. Но что делает Эвил? Он занимает позицию на центре карты. Пытается как-то на домах. Ну, вот видите. Вот оно что. То есть он хотел контролировать девайсы. Но так получилось, что... Еще не упал на красный. То есть... Безопасно там надо было сыграть, наверное. Надо было просто забрать мигу и... Не лезть на рожон. А по сути, встав на... Как бы здесь, да? На центре карты, он... Он вынужден был драться с Гарпи. Так-то Гарпи... Он мог вообще обойти мигу. Да? То есть в какой-то степени там взять и обойти. И Эвил бы так и стоял, и стоял бы, и... Умер бы. И вообще тогда неприятно бы умереть. Так он хоть как-то с ним разменялся. Вот. Но все равно этот размен... Произошел... Ну, был очень негативным, да? Для Эвила. Потому что... Ну, я думаю, вы увидите последствия всего этого. Ну, по чуть-чуть там ракеты коцают, Эвила. Тем не менее, тут выходит шафт на шафт, и Гарпи допускает ошибку. Он крайне плохой стрейф продемонстрировал. Но он там... То есть, когда вы наступаете шафтой, вы заранее лишаете себя возможности хорошо стрейфиться. То есть, и чем быстрее вы хотите наступать, тем меньше ваша защита. То есть, вы становитесь менее защищенными в этих моментах. Потому что вы идете просто по... Двигаетесь в одной плоскости, соответственно, да? То есть, чем больше чем... Ну, это касается отступления или атаки, да? Двигаясь в одной плоскости, вы очень уязвимы для шафта. Ну, в моменте... Ну, понимаете, да? То есть, либо вперед, либо назад. Там надо немножко в горизонтальной плоскости относительно шафта двигаться, чтобы... То есть, лево-право... Ух, загнул. Где-то там, наверное, у зрителя дымится мозг. А пока Гарпи продолжает контролировать карту и уже плюс-то фрага выигрывает у Эвела. Давайте-ка включим злого. Посмотрим, может он сможет как-то... С этой вот невероятной энергией, которую мы ему сейчас будем все посылать... Как-то протащит точно так же, как, может быть, воодушевившись камбэком Паула на ДМ-13 против Стрэнгса. Эвел сейчас, может быть, сможет как-то... Сможет как-то задать жару англичанину. Тихо очень двигается. Секонд флор чекает. Никого. Яблочки нету. Одно лежит. Все грустно, все печально. И нигде нету англичанина. Что же нам делать? Слышим Гарпи. Опа-опа, сверху, да? Хороший шафт, но Гарпи выходит все-таки в комнату с мегой и умудряется Эвел попой скушать мегахеллс. Давай-давай, друг. Все, влил. Отлично. Спитал Гарпи. Появился... Ой, а что ж так? Эвел, друг, побоялся что ли, да? Побоялся драться. Ну, наверное, правильно. Все-таки смотрите, что делает. Ждет-ждет-ждет. Ну, Гарпи что-то не стал. Не стал там падать вниз. Может, Эвел поспешил пятачки забирать, чтобы... Чтобы каким-то образом, там, да, подловить. Может, следовало немножко похалдить, и Гарпи бы спрыгнул. Сейчас мега с красным в одно время, и понимает это, как... Гарпи, я тоже думаю, что знает об этом. И сейчас после размена на красным отправится на мегафеллс, но Эвел, ловко увернувшись от всех ракет, выходит на центр карты, врубает шафты. Неужели у Гарпи кончился шафт? Вообще его нету. Нет, у него есть сотка шафта. Странно, что он до сих пор спамил ракетами. И Эвел падает вниз. Сейчас лежит верхний желтый армор. Будет ли забирать его злой? Да, спешит, контроль, откидает ракетки. Появляется сейчас красный, и как бы нет, Гарпи это намекает на... Опа, Гарпи тут, получает две ракеты в лицо, отправляется домой. Чекает Респу Эвел, но немножко не угадал, да, то есть поспамил бы в другое место. Вот угадал, зато угадал с передвижением, да, Гарпи, но правда это ему не столь сильно помогло. Задача номер... Опа. Здрасте, до свидания. Поставьте кеды, отправляйтесь на же спауну, пожалуйста. Но лежит мега. Гарпи унесет, но отдаст фрак. Все понятно, понятно. Эвел красивый, контроль перебивает. Две минуты до конца. Просто жуткий флоу у нашего... нашего игрока. И подбор этого красного, ну, на... думаю, на 80% гарантирует нам, что Эвел, в принципе, не отдаст. Не отдаст ДМ-13. Хотя, конечно, поспешил я с такими словами, еще полторы минуты смотреть за этим месивом. Ловко, Эвел... Вовремя, вовремя, конечно, развернулся, но вот шафт на шафт, в Гарпи нет шафта. Конечно. Ну, какие... Какие... Че здесь воевать-то? У Эвела стэк больше. Жалуются на пинг Гарпи. Ну, да-да-да. 70 у Эвела, 50 у Гарпи, он жалуется на пинг. Ну, я думаю, все понятно. Ну, по крайней мере, третья карта будет. Эвел, конечно, молочек. Без сомнений. Просто ДМ-13 это та карта, которую Эвелу надо выигрывать. То есть, ладно-то, 7. Она новая. Эвел-то все-таки олдскульный игрок. Хотя и Гарпи тоже олдскульный игрок. Но, вообще, как Бейвел настолько олдскульнее, что даже Садь-то у него учился играть. Поверьте мне. На слово. И, эээ... ГГВП с обеих сторон. Ну что, чат почитаем. Давайте. Давайте попробуем. Сайфер мне говорил. Сайфер говорил, что он у Эвела учился играть. Ну, как бы, понятное дело, что он там много демок-то пересмотрел, но... Видимо, Эвел был одним из... Одним из, так скажем. Почему-то они работают странно. Ну, ладно. Так, Battleforged решающая карта. И... Скажу я вам, что Гарпи на этой карте просто... Просто великолепен. Вы сейчас увидите. Наверное, увидите. Если Эвел там не поймает свою волну. Просто англичане очень любят играть новые карты. И Battleforged, она, в принципе, для Куйкваева новая. Поэтому... Поэтому... Я склоняюсь к тому, что Эвелу будет крайне тяжело. Опять звук, да, пропал? Ну, я попробую. А у меня, видимо... А, у меня N, это... Понятно. Это N... Ой-ой-ой-ой! Ребята, вы там, наверное, оглохли, да? Ну, извините. Я вместо нуля нажал на девятку и очень сильно поднял громкость. Прошу прощения. Надеюсь, никто не пострадал. Кто оглох, ставим плюсик. Так, что нам пишут еще заодно и в скайпе? Так, звук фейка погромче уже сделали. Пароль не напишет. Ну, это все было давным-давно. И на данный момент не актуально. Секундочку, попросил Эвел. Давайте мы пока, может, зайдем в чат. Почитаем. Читаем что-нибудь забавное и интересное. Так, плюс-плюс-плюс. Да-да-да. Звук погромче сделали. Начинается игра, включаем картинку. Главное сейчас синхронизировать повер. Так. Ага. Смотрим за Эвелом. Человек, он пытается с базукой раздамажить. Так, че там, че там, че там, че там. А-а-а. Что там, сейчас говорят, будет игра. Павел с кем-то будет играть, друзья. Блин, тут Павел токсик. Спросил я у Паши, сможет ли он подождать. Говорят, начинать, блин. Ну, друзья, ну... Ну, что делать? Вот момент, да? Так-то досмотреть хочется. Гарпею. Давайте быстренько голосование. Я сейчас подниму вместо картинки. Сейчас буквально сразу голосуйте, просто резко. Да, нет. Просто. Да, э-э-э. Да, нет. Досматриваем. Так. Ну, лагает еще Мазила, блин. Досматриваем. Создать. Досмотрим. Досмотрим, да? Досмотрим. Ну, голосуйте, голосуйте резко. Я пока картинку... Один поф там, второй там без комментариев, предлагает Румын. Ну, блин. Лол. Так, отэвил тут, кстати, великолепный рокет. Быстренько. Результаты голосования досмотрим. Да, хорошо, тогда я Паше говорю, чтобы он мне сказал пароль, и мы потом к нему приконнектимся. Будем надеяться, что он не начнет сразу. Тяни вре... Блин. Да. Тяни время. Паша, тяни время. Будем надеяться, что пароль либо не поменяется, либо Паша скажет нам новый. Ну, давайте, давайте все-таки вернемся к просмотру матча Эвил против Гарпи. Что у нас здесь происходит? Эвил пока что проигрывает. Пока что проигрывает один фраг. Молодец, Паша. Молодчик, молодчик. Сказал нам пароль. Лучше бы он этого не делал, блин. Ладно. И пока что... Тут есть хороший стэк у Эвила. Можно попытаться сейчас дожать. Я в консоли. Да, неважно. О ним я знаю. Я все это понял. Паша плюс у нужные мессы. Опа, а Гарпи ошибается сильно. Зачем этот выход в телепорт после подрейливания? Он... То есть, долю секунды был безоружен просто. И смотрите, какой он удачный респаун у Гарпи. Ё-моё. Эвил чуть не натерпелся здесь. Сейчас основная задача забрать мега хеллс и аркиджампом попытаться выйти здесь. На красный армор. Ну же, Эвил, давай, дружище. Давай, давай, дожимай. Ну, нырнуть за ним там было не вариант, наверное. То есть, Гарпи там на плюс бэк, Рокет там попасть бы мог. Так, хорошо. Зелененький армор подобрали. Попытаться как-то отконтролить Гарпи на желтом арморе. Можно, можно, конечно. И это получается в какой-то степени сделать все у Эвила. Сейчас он через телепорт будет контролировать. Здесь полтинник. Великолепно. Великолепный Эвил. Просто... Кстати, подвиньтесь. И ныряет за ним. Смотрите, забивает о мега хеллс. Очень важный, очень важный момент в игре Эвила. Сейчас главное, чтобы энерми не зареслался близко к красному армору. Ну, и все хорошо, по сути. Подсобирал девайсики. Все красиво, все нормально. И мы, и мы, и мы что? Мы наблюдаем за тем, как Эвил, имея инициативу на карте, выходит вперед. Это очень хороший знак. Потому что Battleforged карта такая довольно, довольно большая. Хотя нет. Хотя нет, хотя нет. Гарпи, в принципе, может здесь захалдиться. Да, вот такие рейлганы начинать попадать. Надо отконтролить именно мегу сейчас в этот момент. Потому что Гарпи, да, он может... Да, видите, он там с телепорта зашел. И если бы Эвил в первую очередь начал бы забирать красную, он, скорее всего, подарил бы лишние 100 хп англичанину. А это сейчас ни к чему. Пытается телепорта Мэвил подловить. Это, в принципе, у него получится. Гарпи не должен уйти, конечно же. Отправляется на респаун. Ну, здесь тоже странно, кстати, что я его не побежал за ним. Решил резко обойти. Гляньте, просто по телепортам гоняет энеми. И, конечно, ну, смотрите, великолепное чтение игры от Эвила. Он просто читает Гарпи как открытую книгу. Как я бы даже не побоялся этого слова. Ну, ладно, побоялся, побоюсь. Контролируя всю карту, Эвил сейчас вообще ничего не дает сделать своему сопернику, как букварь, да? Книгу все-таки читать, там, да, надо слова знать, там, как-то какие-то правила чтения. А букварь, что там, буковки читай, А, Б, В. Все просто. Настолько же просто, как Эвил убивает Гарпи. Еще крайне неудачный резк. Какой-то Сик Рейл. Попал Эвил. Бежит на желтый, контролирует. В принципе, может, уйдем уже? Может, Паша пойдем, друзья? По-моему, Гарпиа босс просто со всех сторон. Вам не кажется? Ну, давайте, короче, до 8 минут посмотрим, если разница во фрагах сильно не изменится. Да-да, го-го. Блин, по сути, ни одной игры так ведь и не посмотрели, друзья. Ай, нехорошо. Ай, плохо. Хотя, о-о-о, вот, момент, момент, момент. Подождите, сейчас, может быть, сейчас тут, может быть, что-нибудь, что-нибудь да произойдет. Короче, еще один фраг от Эвила и все. И мы отсюда уходим. Обещаю вам. Просто тут и Гарпи весь может. Хотя, по-моему, я сильно неправ, да? Пытается, пытается сделать Гарпи. Ну же, давай, Эвил, хотя бы один фраг и... Мы со спокойной совестью пойдем смотреть за игрой Паши против Токсика. Нифига себе, блин, там... Умудрился все-таки Гарпи забрать крафт. Ух, надеюсь, хоть там есть слот-то. Ну, то вообще получится некомфортно. Пожалуйста, только не сервер. А, отлично, сервер неполный. Мы туда заходим, друзья. С экспанда сейчас мы переключимся обязательно. Резко врываемся с стадии четвертьфинала на игру Паши. Так. Вырубаю здесь картинку. Кидаю, кидаю инвайт. Угу, кидаю инвайт. Пока что на овниде, кто подконнектился, смотрим. На экспанде сейчас я... Там, кажется, какой-то камбэк, кстати, затеял. Ну, такой, чисто символический. Сделал парочку фрагов вроде бы, не? Или не сделал, или мне показалось. Ну, ладно, неважно. И коннектимся, поскольку мы опять... У нас абсолютно нет времени закрывать картинками, там, трансляции. Поэтому факс за полис. Вводим пароль непосредственно в консоль, не закрывая. Просто быстро как флэш. Слышу я там просто невероятные размены. К сожалению, не могу это прокомментировать. Так, и окей. Так, счет, кстати, пока что 0-0. Это очень хорошо. То есть мы вроде бы никаких фрагов не упустили. Но Пашка пока что очень жестко терпит. Делает ракиджам, забирает армор. Отлично! И уходит на верхний желтый. Контролит гранатками выход с мегахелса. Подобрал аптечку. Блин, вот это жесткий просто марафон. Нон-стоп комментирование. Такое ощущение, что я не квей комментирую, а какой-то, не знаю, двухчасовую дуэль, блин, одну. Ну, двухчасовой, конечно, перебор. Ну, час ведь где-то был, да? То есть это уже где-то 50-ая минута, наверное, я так предполагаю. Ладно. Ох ты! Просто сик рейл от Павла перед уходом Токса в телепорт. Он сейчас контролит, делает фейковый ракиджамп какой-то такой, да, об стеночку. Но Токсик не дурак. Видит, что Паша нигде нету ракиджамп. Не получилось под рейл, не засчитал рейл. И, кстати, Токс, может быть, попытался бы как-то спрыгнуть. Не стал этого делать. То есть в эти полторы секунды, если бы он упал и несколько рокетов попал в лицо, то можно было бы сделать первый фраг. Потому что когда, несмотря на то, что Токсик бы падал, он попал бы вот эти ракеты, да, точные. Паша просто был бы дезориентирован и не смог бы там шафта попасть или чего-нибудь еще. Так, подбирает красную Павлик и... И что? И что он делает? Ну, ничего. Ему надо, кстати, Мигу посчитать каким-то образом, да? Давайте постараемся дать игре какой-нибудь анализ. Что мы сейчас на данный момент имеем? Паша 200 армора. Значит, что нам надо делать? Нам надо либо как-то подловить иннами, либо посчитать, когда будет следующий мегахелс. Тем не менее, не стоит упускать из виду главные рульза, то есть красные, которые вот сейчас появился. И Токсик, в принципе, где он находится? Он находится на гранатах. Не знаю, знает ли об этом Паша. Вот, теперь он это знает. Токсик поспамил размены. Токс летает, делает чрезвычайно грубую ошибку. Но пытается он как-то... Ой, какой кривой шафт. Ой, боже мой. Пашка, что же ты так... Что же ты так криво пострелялся? Вы посмотрите. Токс, вот так вот упав дерзко на Мигу, умудрился не только ее выбить Паше, но еще и красный забрать. Хотя, по сути, то есть там Паша должен был забирать девайсы, как-то, имея выгодную позицию в этом моменте, наносить, как бы, критические уроны и отправлять Токса, в принципе, на рэс. А так вышло совершенно все наоборот. Токс нанес урон и еще забрал все девайсы. Сейчас на выходе из телепорта Паша чудом каким-то убегает и залетает. Просто невероятный рокет под ноги. Но, к сожалению, у Токса было слишком много хитпоинтов, чтобы умереть просто от одного выстрела, пусть и, ну, довольно точного на самом деле, хоть и не с максимальным дэмэджем. То есть могла бы ракетка попасть и поточнее. Вряд ли бы она все равно бы убила. Летят контрольки. И Паша попадает рейлганчик. Сейчас должна красная появиться. Паша будет до конца. Смотрите, Токс падает. Вот я заметил очень интересную мысль у Токсика. Посмотрите, он так в разные стороны откидывает гранаты, да, и пока они еще там не взорвались, он падает вниз, и энеми просто у него ограниченный стрейф в этом моменте. То есть если он немножко неправильно застрейфится, его заденет граната. А с другой стороны, если он не будет стрейфиться, то он получит огромное количество шафта от Токсика. Кстати, карта ЗТН, ДМ-13 и Токси-сити. То есть ЗТН, я не знаю, чей это выбор. ДМ-13, в принципе, вполне... Это может быть выбором Паши. Просто Токс очень хорошо играет ЗТН. Ну что, Швед? Швед пока что ведет 1-0. О, там, кстати, спросили по поводу пика. И вот этот рейлган, который распаковывает Пашу, ну, меня очень сильно огорчает. Потому что сейчас просто крайне мало шансов на этом красном. Но вот, пожалуйста, ошибка от Павла просто невероятная. Он включает зачем-то рейлганы, остается без мегахелса, практически без армора. То есть полтинничек там есть только в запасе. У Токса и Ток как бы больше, да, несмотря на то, что он отдал и мегу, и красный, и тут желтенький армор подарил Пашке. Сейчас, заняв не самую безопасную позицию на меге, он пытается ее забрать. Ну, позиция-то, конечно, более лучшая, чем у Паши. Просто если бы Паша набрался смелости и не растерял бы столько стэка, он вполне мог бы ворваться. И сплэшем от Рокета отлетает Паша от траектории. То есть нарушена траектория этим сплэшем, и Павлик не смог забрать армор. Еще и рейл получил, к тому же, да. Ох, горе. Горе, друзья. Паша терпит седьмую минуту уже. Всего лишь один фраг его отдаляет. От камбэка. Ну, надо вспомнить, надо вспомнить игру против Стрэнгса. Давайте, ребята, давайте энергию, энергию. Я не знаю, а что угодно. Доставайте свечи, там, пентаграмму чертите, но Паша должен выиграть за ТН. Просто обязан. На меге. Замес на меге, Паша мажет из ракеты. Это второй фраг для Токса. Еще и красная. Просто жуть. Да, 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 это уже. Третий фраг дарит. Ну, как дарит Павлик? Он понимает, что ему надо забрать игру. Понятно, да? Ну, астека нету. Ну, фраг. Ну, вот и все. Кто же этот парень, который раздался пароль, интересуется Донатом? А вот это кто? Это Форс. Который стрим не закрывает картинкой, когда пароли пишет. Ну, это делается, конечно же, все в интересах зрителей наших, чтобы на 5 секунд пораньше посмотреть, почему сразу сатанизм. Почему со словом пентаграмма у вас сразу ассоциируется сатанизм? Ведь это совершенно не так. Ну, давайте не будем поднимать эту тему. Гранаты, гранаты. От Токса. Три фрага. Кстати, 40 секунд. Нет, 4 фрага. Все, 4 фрага это нереально. Это уже нереально. И Паша еще терпит на РСП. Тумасшедшие рейлганы под конец карты. Давайте посмотрим Акуроси. 39 рейл, 39 шафт. Такой вот. Дабл. Дабл Акуроси от Токсика. Айрокет напоследок от Паши. Ну, красиво, но бесполезно. Это как вот маленькие собачки у блондинок. Своеобразное сравнение, конечно, блин. Ну, ладно. Ну, еще. Хорош. Фокс, молочек. Блин, такие просто невероятные вещи от Токса. Кстати, надо запомнить, знаете что? Я, пожалуй, возьму карандашик. Где-то тут у меня был карандашик. И запишу. Блин, карандаша под рукой нету. Что за ересь? Кто, черт побери, убирался в этой квартире? Вот, нашел, нашел, нашел карандашик. И нашел листик. Так, значит. Т7. ВС Амай. И ЗТН. ВС Файлт. Это фраги Токса. Фраги Токса. Надо потом демки посмотреть, их отобрать. Потому что фраги-то на самом-то деле интересные и хорошие. Дем-13, следующая карта. Друзья, продолжаем раскрепощаться. К сожалению, с нами нету нашего гуру. IDDQD. Именно ему принадлежит мастер-класс по раскрепощению. Но мы как-то сегодня без него. Я обещаю, что в скором времени я с ним свяжусь. Как-то давно я с ним не общался. Фу. Ну и для смелости, что чайку хлебну. Паша просто обязан выигрывать эту карту. В противном случае он пропускает Токсика финал. Я, кстати, напоминаю вам, что это полуфинал уже. Мы начинали с четвертьфинала Амай против Токсика. Да, как раз фраги, которые я записал на бумажку. Вот. И вот так плавно наша трансляция пересекает в полуфинальную стадию. Удачи! Токсик желает своему оппоненту. Ну, по-джентльменски просто. Так. И Пова у нас не сбивается. Пашка рессается на красном арморе. Понимает, что Токс овладел рокетланчером. В хорошем смысле этого слова, конечно же. Не в переносном ни в коем случае. Потому что это как-то странно. Если люди начинают сношаться с рокетланчером, это, по-моему, это диагноз. Ладно. Паша готов. Готов принимать, готов вливать Токсику. Но... Черт! Он, видимо, на шахте зарессался. Вот этого как-то я не мог угадать, конечно. Потому что мне показалось, что Токс где-то там появился. Ну, может, на... Близко к рокету, да, там, понятное дело. Но то, что он еще и шафт забрал, это для меня показалось, ну, крайне неожиданным моментом. Ну, может, там, пока отвлекался. Где-то не посмотрел. Такс, и что же... Ну, об этом можно было судить, наверное, по подбору верхнего желтого. Я вот как раз в этот момент туда и не смотрел. Так, Пашка ждет нижний армор. Ждет его и ждет. Базуки нет. Влетает Токс. И что мы будем делать? Мы будем впитывать. Да, Паша? Ну, понятное дело, что армор-то хочется. И, конечно же, Павел делает правильное движение. Там, слышал он приближение своего оппонента. Видит, как эннеми забирает мигу. По крайней мере, у Паши есть тайминг на мигах. Крайне пассивно разыгрывает. Токс летает. Паша сразу в дырку. Хопа! И бежит-бежит на шатган. Угу, угу. Песченюшки кушает. Шатганчик забирает. И крайне не вовремя, кстати, падает. Ну, уже тут уже, как бы, шафт в руках. И Токс просто не наберется смелости запрыгнуть сюда. Это понятно. Лежат арморы. Паша сейчас есть возможность забрать базуху. Там, шафтой. Забавный, кстати, обманный ход от Токсика. Обратите внимание. То есть, он там сделал ракет-джамп. И сразу же забрав желтый, спрыгнул. Ну, это не обманный ход. Он так и собирался делать. То есть, это... Ну, он просто забрал желтый, как бы, спрыгнул вниз. То есть, никого он там не обманывал. Просто Паша, может, подумал, что тот будет выходить через верх на ракету. В какой-то момент. Вообще, друзья, знаете, что я вам скажу? Хрен знает, что там подумал Паша. Верхний желтый появился. Павел слышит приближение. За столбик спрятался. Песченюшки сейчас плюс 20 армора получил. Нормально. Ну, и очень жесткий. Ой-ой-ой. Connection interrupted. Паша забирает. Просто как Нео в таком слоумо. Забирает шотган. И унес мегахелс. Отлично. Не прошли вот эти моменты даром, когда он стоял там под джампадом, да, и смотрел, как Токсик забирает девайсы. Немножко не вовремя начал Павел спамить. Была вероятность того, что Токсик выйдет на центр карты все-таки по лестнице. Смотрите, чекает желтый. Где же Токс? А Токс сейчас встреча будет! Ох, лол, как я вовремя переключился. И шафт на шафт. У Паши есть преимущество по меге, но с Токсиком просто не поспоришь. Во-первых, у Токсика пинг меньше. Ну, хотя нет, у Паши тоже пинг очень хороший. Сейчас я покажу их. Да, видите, да? 45 против 27. Ну, конечно, какое-то преимущество у Токса есть. Но, тем не менее, Паша тоже играет не с высоким пингом для него. Ну, и Токсик это вот у меня... У него именно жесткий агин. То есть, в схватках один на один видно, что Токсик действительно, ну, кардинально перестреливает. Пытается Пашка сейчас подловить на каком-то муве. То есть, ждет либо, может, шардов выйдет. Ну, вряд ли шардов он выйдет. Токс уже совершенно где-то не там. Он на мегахелсе сейчас находится. Я повы переключил, быстро посмотрел. Ну, и Паша чекает, чекает мегу. Не знаю, видел ли он, как Токсик забирал девайс. Удается унести ему желтый практически без потерь. Ну, да, можно сказать и так. И Паша, похоже, просто аккумулирует стэк до 200 армора, да, сейчас. И потом почекает... Опа, как не вовремя вышел здесь Токсик. И сразу минус полтинник получает Павел. Выходит подобрать патроны к шафту. И занимает позицию на мегахелсе. Видимо, знает, да, что скоро мега. Надеется он, возможно, на то, что Токсик в этот момент будет как-то отконтроливать. Я вот... Мне в таких моментах очень интересно. Паша так... Ой. Ой-ой-ой, какая неожиданная встреча. Вот Павел очень ловко передвигается по карте, да, грамотно. Очень грамотно. А мне вот такие моменты очень интересно. Знаете ли Токсик о том, где сейчас находится его оппонент? Аркадный аркиджамп, который наказан... Который был наказан, да, вот этой вот жесткой шафтой. Но Паша тоже получил крайне неприятный дамаг. Конечно, восстанавливается он тоже довольно быстро. Наличием полтинника на центре карты там. Ну, не на центре карты, а там, где шарды лежат. В этом перекрестке, да? Коридоров шафта и коридора с плазмоганом. Блин, вот контрольки-то, а? Ох, что это Токсик. Забирает все желтые, сейчас он у Павла. Ну что, может... Ладно, давайте посмотрим, чем закончится сейчас эта война. Забирает Паша красную. И, опа, очень ловко вышел. Здесь Токсик пытается попасть вот эти халявные ракеты. За это Паша жестко наказывает. Идет на мигу, мешает запрыгнуть. Хорош первый фраг. Давай, друга, гони гуся, сейчас ракеджамп. К сожалению, немножко не повезло с Респом. Сейчас подождать, подождать. Хорошо. Паша красивый, надо залететь. Попытаться сейчас. Вот, да, вот сюда. Ракета в лицо. Токсик обиделся. Отходит на аптечку. Кстати, довольно нагло. Сейчас может быть ракеджамп. Паша, осмелишься? Нет, ну мало же у Токса. А, 100 кп. 100 кп есть. Аптечку восстановил. Мне казалось, Паша намного больше попал. Ну, видимо, какой-то еще армор был. Пытается он выгнать оттуда Токсика. Ого, попал немножко шахтинок. Отличная контролька. И, блин, Паша, почему не стал ракеджамп делать? Можно было бы убить. Ну, он потерял бы очень много стэка. Но я уверен, Паша сделал бы ракеджамп, сделал бы фраг. Ну, наверное, многие со мной не согласятся. Но, в принципе, в этой ситуации ведь можно по-разному делать. То есть, да, ты рискуешь. Ну, там фраг должен быть, потому что арморкеджамп, там понятно, что Токс попадает кучу, но и Павел тоже должен попадать. И там буквально 10 шахтинок, я думаю, для него попасть это не проблема в том моменте была. То есть, там, да вообще там парень пищал. Не то, что 10 шахтинок, там, наверное, 7 хватило бы или 5. Ну, главное, что есть преимущество по фрагам. Ну, а бонус ко всему еще есть и инициатива на карте. Да, то есть, видно, что Паша, получив преимущество по стеку, начинает уже вот более агрессивно, да, так нагло передвигаться по карте. То есть, когда у него было, там, не больше сотки армора, сейчас тоже должен быть фраг на самом деле, с горем пополам Паша его делает. Ну, на то оно преимущество по стеку. То есть, он проигрывает по стрельбе, но пытается тактически грамотные решения принимать. Выпустил он Токсика, но последующий Рокет последовал аккурат в модельку. Ну, и... Все мы знаем, чем это чревато. Ну, обнаглел, конечно, Токсику. Принял Паша, видимо, просто не ожидал такой прыщи. И плохой момент, посмотрите, сейчас... Вот Токсик подобрал еще полтинник армора и мог на самом деле нанести какой-то дэмэдж Пашке там. Посмотрим, сможет ли Швец сделать камбэк. Как-то попытаться поконтролить красный, может, следует. Да-да-да, слышит. Ну, и после вот этих фрагов Паша опять становится... Тише воды, ниже травы. Полторы минуты только есть у Токса, чтобы реально закамбэчить. Ну, стэк-то, понятно, есть. Надо найти. Надо попытаться Пашу отыскать и... Ну, или как-то заставить врасплох. Продолжает Токсик подбирать девайсы. Где, кстати, Паша в этот момент находится? Паша просто халдится на желтом. Вот, Токсик услышал. Токсик услышал. И, смотрите, просто по следам идет за Пашей. Паша... Ага, Паша знает. Паша начинает спамить. Отлично. Отходит, возможно, на верхний желтый. А может, и на центр карты, не знаю. Куда же, куда же. А, Паша уже спустился на мигу. Это, наверное, самый плохой вариант для него. Потому что так он мог бы забрать один из желтых арморов. А вышел бы на центр, он бы забрал красный. А так выходит, что он вообще сейчас просто себя запер. И сейчас Токсик может резко выйти. Хороший Рокет. Влетает на джампазе. Но Паша не промок. Попадает в шафт. И качели. Друзья, это качели. Покатал немножко на джампазе Паши своего инемия. И делает еще очередной фракт на центре карты. Ну что ж, великолепная игра от Павла. Павел, давайте, пожалуйста, не разочаруйте. Ну, Токсик там, да, сделал неправильно. Ну, это ГГ. Еще одна великолепная ДМ-13. Ух ты, ух ты, ух ты. Какая жуть. Паша должен шлепнуть. Еще один раз. Нет, не стал. Не стал этого делать. ГГ. Хорошая игра. Всю игру халдился. Все-таки смог выиграть. Ну, а что теперь? А теперь такси-сити. Такси-сити, которая не... Где нельзя так халдиться, как на ДМ-13. Где надо принимать участие в разменах. Да, надо размениваться. Девайсами. И Паша, очевидно, проигрывает по стрельбе. Шведу. Ну, это... Я думаю, никто со мной спорить не будет. И как там получится? Блин, не знаю. Паша, кстати, токси хорошо играет. Это будет сказано к тому, что не стоит так сразу надеяться на токсика. Но ему будет крайне тяжело. Поэтому... Поэтому я надеюсь, что пентаграмма там уже готова. Свечи расставлены. Зеркала побиты. Энергия там пошла-пошла уже, да, к Пашке. Фотографию Паши можно найти вконтакте. Поэтому колдуйте, друзья. Паша нужна победа на токсе, чтобы, видите, финал против Килсона, да? Там Килсона же будет играть, или кто? Так, погодите. А, Эвил. Эвил же против Килсона сейчас в полуфинале еще будет играть. Вот тут это я. Хотелось бы, чтобы полуфиналы были сыграны последовательно, а не параллельно. Ой-ой-ой, там что-то пишет мне. ВВК. А, кстати, Донат, он здесь. Как это слово? Сим-и-о-л-тэ-ни-о-слей. Но я не помню, как оно пишется, по-моему. Не буду ничего писать. Как произносится, знаю, как пишется, не помню. Поэтому, ладно, Донат, надеюсь, он поймет мой вопрос. Так, а что там в чате? А, Эвил с Килсоном решают пока что какие серваки. Сим-и-лор. Сим-и-лор это одинаково. Это не к вопросу о времени. Если мое знание английского языка меня не подводит. Есть такое сложное слово в английском языке, но, к сожалению, я не знаю, как оно пишется, поэтому я не стану фейспомнить. А, что там, какой вопрос? Я спросил, будут ли играться финалы одновременно или параллельно. Но одновременно, ну, как бы, параллельно. Как будто одновременно или параллельно, это одно и то же. По очереди, ну, по очереди это one by one XL. Одновременно, at the same time. Но это понятно, да? Ну, можно же сказать одним словом, просто попижониться. Это не важно, ладно. Проехали, проехали. Павел, кстати, попросил... Несколько... Несколько минут мне, кстати, что-то написали из Мирки. Возможно, я не следует почекать. Так. Побольше гамма, потому что на Battleforged вообще ничего не видно, говорят. Simultaneously. Но Excel это точно не так пишется, поверь мне. Я знаю, что... Ну, я не знаю, как назвать, что ты учишь людей английскому языку, но я уверен, что, по-моему, это не так пишется. Как это написал-то? Давайте, давайте, не будем сейчас спорить. Ха-ха. Вот, да-да-да, вот так, Excel. Именно так. У нас просто, как бы, очень слабенькая группа в универе по-английскому. И у нас как-то был момент, когда мы просто 20 минут пытались... Вот, группа пыталась выговорить. Я там просто находился у них. Просто присутствовал на паре, да? То есть, там мне нечего было делать. Там окно было. Я просто сидел и слушал, что они делают на английском. Вот, они 20 минут выговаривали это слово, поэтому оно мне въелось просто в память. Так что, повышайте эрудицию. Хоть как-то. Какой курс? Заканчивай второй. И Донатан написал, что семифайнал, то есть полуфиналы, будут играться... Когда будут готовы игроки, так, повы. Давайте вернемся к нашему матчу. Полуфинал Паши против Токсика, легендарного шведского альпиниста, в кавычках. Игрока команды Ice Climbers. Пожалуйста, первый фраг от Токса. У нас, похоже, марафон с Ваки продолжится, потому что сразу после этого полуфинала мы ворвемся на матч Эвила против Киллсона. А пока что будем болеть за... Будем болеть за Павла. Будем болеть за Павла. Крайне плохая позиция у него сейчас. Мегахеллс достанется, конечно, Токсу. И желтенький арморчик здесь. Вот удалось Пашке унести здесь верхний желтый. Он, наверное, легким стрейфом там переместился где-то ближе к красному. Вот Токсу и туда придет. Он знает, когда рестлится красный, обходит. И Паша, ну, понимает, что здесь нечего ловить. И отступает, отдавая еще и красный армор своему эннему. Желтый появится одновременно. Можно попытаться распетлять. Через телепорт Пашка уходит. И Токс понимает, что ему надо попытаться вот какой-то дэмэдж нанести. То есть любой дэмэдж Токса, он очень сейчас важен для того, чтобы сделать враг. Потому что Паша, он там как-то пытается жить. Да, птичка собирает. Но здесь уже без вариантов. Крайне хороший угол для шафта. Очень удобная позиция для того, чтобы, да, вот заставить соперника драться. И все такое. Заставляет Паша немножко Токса. Я не знаю, что он заставляет. В общем, попал он, ему плазмы, будь здоров. И респаунд получил, ну, довольно нормальный. Сейчас равное количество хп армора было у ребят до того момента, как Токс попал вот эту рельсу на минус 80. Теперь Паша рейл не держит. Но он подбирает красный, уносит. Сейчас Токс, возможно, сверху или как-то. Смотрите, как ловко Токсик падает. Ух ты. Забавный прием. И мешает Пашке забрать мигу. Мигает. Одна секунда. И Паша забирает. Попадает Рокет. Но мажется в рельсы. И размен, который Паша пережил, не может меня не радовать. Конечно, ох ты, как Токс летает. И чуть в жижу Павлик не упал. Сейчас надо пытаться расконтролить здесь. Ааа, вот этот Токсик просто жуткий. Он не боится. Вот всю хп, смотрите, влетает. И он понимает, что здесь такая тактика, как на ДМ-13. У Паши не возымит действие. Да, вот этот вот постоянный плюс-бэк. Задача Токса сейчас именно заставить перестреливаться Павла с ним. То есть заставить размениваться. Потому что каждый размен для Паши, он в результате будет неудачным. По сути. То есть Паше надо не размениваться. Паше надо просто вливать конкретно и четко. То есть сейчас 9 хп у Токса. Надо взять ему и влить. Пока у него мало. Ну вот уже полтинник хп он нахалявил. Шахтец подобрал. Рел попал. Апельсинка лежит. Паша пытается сам ее забрать, конечно. Но Токс здесь очень ловко по стенке маневрирует. Ну что, друзья. Переключимся сразу же на Эвела теперь. Надо, кстати, написать Эвелу. Давайте я сразу узнаю пароль у него. Надеюсь, он еще не начал игру. Очень забавно. У меня тут лак произошел на уме. Так, слушайте. Что-то как-то очень много месседжа мне пишут. Неужели там... Нет, все нормально. На основе. Почему-то показалось, что там какие-то проблемы. Короче, ждем еще немного. Если Паша также будет проигрывать. Да, там около 20 фрагов. В результате там ближе к 8-й минуте. Я думаю, что мы сразу же переключимся к Эвелу и начнем просмотр второго. Верхнего полуфинала, насколько мне известно. Ну, как я помню, да? Ну, вот вроде бы у Токсика немного армора. Да, сейчас? Вот Пашке надо бы красную нести постараться. Внести не получилось. Конечно, он ее отрейлил, все дела. Ну, у самого КП забей вообще. Поэтому все равно плохо очень, да? То есть надо как-то радикальнее действовать в этих ситуациях. Токс так немножко остыл. Без стека-то он не так опасен для Паши на Токсе. Он даже мать пытается. Павлик, конечно, но... Хочется отметить очень четкие движения у Токсика. То есть постоянно... То есть он в этих микро-моментах, когда перестреливается, да? То есть он постоянно займет либо неудобный угол для Паши, чтобы он в него попадал, либо постарается как-то для себя поудобнее стать, чтобы стрелять. Да, это из-за того, что Токсик на самом деле не тренируется играть. Он оттачивает множество игровых ситуаций на вармапе. То есть просто там от 1 час, 2 часа одного вармапа на карте он оттачивает эти ситуации. Это его стиль. Паша падает в жижу, перехватив контроль и тупо теряет сотку армора. Ну, как так? Ну, видно, что волнуется, наверное, немножко Павел. Но еще все впереди, потому что главное сейчас как-то прогнать супостатус. Мегаклса залетает, хорош, еще контролечку. Блин, ну, можно было под ноги кинуть, но Паша как-то более валидольно здесь сыграл. Хотел, наверное, наверняка, да, чтобы видеть энермии, зашатить. Попадает Рейл до того, как Токсик забирает красный. Ну, наверное, в данной ситуации это хорошо. Потому что аптечек вроде как на карте нету. Токс знает, когда красный, и Паша, конечно, тоже видел все это дело, поэтому... Поэтому Паша ее и забирает. А Токс не полез, потому что у него стека мало. Да ладно, 2 хп осталось, ешкин ход. Вот, еще подобрал Мегу, то есть... Ну, хе-хе. Комментарии просто радуют. Тут-то на самом деле надо было заорать, но... Моя незаконченная мысль почему-то не дала мне это сделать. Но после этого фрага Токс все равно не выглядит таким страшным, да? То есть всего лишь полтинник армора. Тем более Паша... Таким просто... Какие-то чудеса, эквилибристики демонстрирует. Попадает Рейл. С прогиба, я бы даже сказал это раньше. Слово, которое часто мной употреблялось. Наверное, будет здесь и местно. Шаф на шаф, но... На, Паша упал, там влили ему. Эвил сейчас начнет игру. Почеркали уже. Ну, ребят, мне пароль узнать. Эвил мне ничего не пишет. Узнайте кто-нибудь пароль. Там, если можете. Может там как-то... Расчехлить. Раз уж там... Да, вот человек, который написал, что Эвил там уже все сделал. Ты должен знать, наверное, пароль. Напиши мне либо в скайп, либо... Ага, да-да-да, ЦПМА. Хорош, хорош, молодчик. Красивый. Только не пали. Да не надо, не надо писать, друзья. Сейчас мне... Ага. Наташа, молодец. Только не пали написала мне. Ну, мало людей, наверное, заметила. Тем более только тех, кто смотрит на Улни ТВ. Досматриваем, короче, этот Токси. Паша, давай, дружище. Вливай, вливай шафта. Так, там пытался спиной Токсик войти в телепорт. Но не сразу это получилось. И Паше удается сделать фраг хуже. Он промазал, к сожалению, рейл. Сейчас надо занять позицию на Мегахелсе. У Токсика есть ракета. Это самое опасное. Но Токсик падает вниз. Это хороший шанс забрать Мегу. Хорош, Павлик. Сейчас быстренько выход на верхний желтый армор. Там уже стоит Токсик. И попадает ракету на минус 100 КП. Чуть-чуть прошафтил. Подбирает Пашка патроны к Базуке и к Лайтинг Гану. Знает, что сейчас будет красная. Но Токс уже тут, как тут. Как же здесь опасно драться против этой струи. Мажет весь спам. Опять фрагов. И летает еще одна ракета на минус 100. Ну, с Токсиком не поспоришь. Это АИМ, который, наверное, любому игроку послужит примером. То есть АИМ Стрэнгса это не АИМ Токсика. Несмотря на то, что оба игрока попадает примерно, ну, как бы, одинаковое количество... Ну, наверное, приблизительно одинаковое количество там... Ракет, шарта, рейлганов и все такое. Просто Токсик это... Ну, вот эти вот микродвижения его. Ну, вот мы сейчас смотрели три карты. Я думаю, вы успели почувствовать... Успели почувствовать вот этот момент. Как ловко Токсик в некоторых... В некоторых битвах начинает двигаться. Стрэнгс это, по-моему, немножко не то. То есть разный стиль стрельбы. Мигу уносит Паша. Но здесь уже, конечно, не поборешься. Токсик слишком далеко впереди. И в этом полуфинале, в этом БО-3 выигрывает Токс. И он попадает в финал. Не отыгрывается только за одну минуту. Го, Эвил. Ну, давайте уже досмотрим эти пять секунд. Жалки. Для приличия хотя бы. Сейчас гонг. Вот так вот. Джи-джи. Так, давайте к Эвилу. Скорее, скорее к Эвилу. Ах, чего ж он мне сам-то не написал. Ну, ладно. Сейчас. Не сразу мы подконнектим основу. Пароль. Ага, немножко не такой. И, 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 и. Вот. Все. Готово. Сейчас заходит туда Овнет в первую очередь, потому что именно он бомжей будет кидать. Ну, high quality аккаунту, конечно же. Ой-ой-ой. Что-то тут подлагало. Реконнект. Ctrl-F. Ищем наш аккаунт среди. Сотни учетных записей других пользователей. Ой, как же долго. Первая карта Т7. Первая карта Т7. Мы это видим. И, кстати, матч еще не начался. Вот только prepare to fight тут уже. Все дела. Ну, что за ерунда-то? Ё-моё. Ой, что-то лагает. Ну, хоть смотрим, друзья. Смотрим же, да? Что за ересь? Во, наконец-то. С горем пополам еле-еле. Приконнектились. Так, картинку я, кажется, убрал. Так, теперь наш экспандовский стрим. Опять палим пароли. Донатан задолбается кикать, обещаю. Вот так вот резко прописали. Хорошо. Кто-то там сделал уже первый фраг. Я пока не вижу, кто. А, Эвил. Эвил сделал первый фраг. Ну, что ж, друзья. Марафон Зотака продолжается нон-стопом. Без проверки чата. Без проверки каких-то других. Источников информации. Без стоп-стартов на Овниде или на Основе. Мы продолжаем смотреть, наблюдать за этим турниром. И ну же. Блин. К сожалению, осталось уже 10 хп укинлся. Он сейчас перехватывает инициативу на карте. Правда, хп не так много. Если... Да-да-да! Отлично! Эвил зарезался близко к верхнему Рокетланчеру и паузу ставит. Видимо, что-то произошло. Вот как раз мы можем показать пинги сейчас. Тектикал. Ну, что-то в этом смысле есть. В этом слове есть, да. 65 хп, 53 хп, ну... Данные пинги... Не совсем являются равными, потому что пинг 65 это близко к 70. То есть, он даже сайфер говорит, что именно для него пинг 60 и 65 это огромная разница. Ну, красный хотя бы у нас хорош. По крайней мере, красный армор он не дал забрать немцу. Он, в смысле, левил. Сколько у нас времени? Без 29 уже. Затянулся сегодняшний зоток, конечно. В результате того, что там выясняли, кто читер, кто нет. Эвил, ого, попадает... Сколько? Две рельсы, все-таки он попал, да? Но попал две рельсы крайне важные, потому что это позволило ему забрать мегахеллс. Этот рулес является, ну, наверное, ключевым. Ключевым на этой карте, потому что желтых армора здесь два. И все-таки набрать стек по армору нужно. И контролируя там, ну, хотя бы один из желтых, да? Тут все-таки Т7 карта не такая маленькая. Можно и побегать, и попрятаться. Помню, это Эвил красный и ловко на него падает. Да, там, под нужным углом, чтобы Килсону было тяжело подрейлить. Все как надо. Знаю от оба игрока мегу. Находится ли Килсон где-то... Опа! Он даже умудрился забрать. Как? Он там за столбом спрятался где-то. Вот дает. Ох уж этот Килсон. Зажулил мегутер. Надо попытаться как-то ее отрейлить. Эвилу, вот он выходит с ним один на один на полтинник. Но ракета перестреливает. И Паша не смог ломать. Ну, а у немца уже здесь 200 армора, друзья. 200 армора это... Ну, это максимум. Чего? Больше армора не набрать. Капитан с вами распаковывает Эвил сейчас. Килсона, ну, как распаковывает? В какой-то степени, да, на несколько секунд. На 3-4, да. Просто Килсон по-прежнему кушает красную, кушает мегу. И еще, кстати, он объел сейчас всю карту, да. Забрав верхний желтый, он передислоцировался на красную, где получил несколько там ракет от Эвила. Но, находясь снизу, он смог, да, передвинуться на нижний желтый, скушать армор еще там. Ну, и так получится, что, наверное, сейчас еще и мега достанется. Килсону 3 секунды остается. Правда, Эвил уже занимает позицию, почему Килсон побоялся. Вот это его стиль. Меня спрашивают, почему Килсон, почему Рейлган? Ведь все-таки топовый игрок. Значит, попадает абсолютно все. Но вы видите, вот в этой ситуации вполне можно было как бы добежать шатой и начинать Эвила нашавчивать. Но что сделал Килсон? Он включил Рейл и начал рейлить. И если бы он этот Рейл попал, наверное, никакого толку бы от этого не было. То есть, там Эвил бы забрал бы еще мега хеллс сверху. Ну, там, да, понятно, что он потерял. Агрессивно разыгрывает респаун Эвил. Вот эти свои, вот. Когда его начинают гонять. Если вы помните, против Гарпи Эвил проиграл эту карту вообще просто с невообразимым счетом. До седьмой минуты это были минуса, там, минус три, минус два. Что-то в этом диапазоне. Странно, что Килсон еще через мостик этот Рейл не попал. Он такие вещи обычно попадает. Ну, да, вот, как сейчас. То есть, Килсон это не тот пацан, против которого на этом мостике можно себя чувствовать в безопасности. Ракет-джампом уходит Эвил, но мегу он, конечно, не заберет. Опа! Две ракеты, да? Две ракеты влетело, по-моему. Еще третья чуть-чуть коцает. Ну, блин. Понимая ты, конечно, Эвил, что он много попал дамага, он... Хорошо влил, но все-таки Килсон, блин, толстоват по-прежнему. По-прежнему толстоват для вот таких вот легких фрагов. И что-то 9-2 меня не радует. Как трясется рука у Килсона. Альфа-мега, это не ты там с кучаем гоняешь? Хотя, да, тут слишком аркадно. Ну, пополняй запасы слагов. Че-то Овни долагает, и не только у меня пишет Excel. Ну, блин, Excel. Не знаю, попробуй основу посмотреть. Там качество такое же на мульте основе, там... Тоже, как бы... Ну, тут на Овниде битрейт просто пожирнее. А так, там разрешение одинаковое, что на основе, что на... Что на Овниде. Да, блин, не знаю я команды. Я таймеры включаю через Game Settings. Неужели так сложно зайти в Game Settings и включить таймеры? Ну, Эвил как-то, блин, печально выпустил с эвэйнами в телепорт. Надо было его дожимать там. И еще в рейл не попал. После этого желтого надо уже Килсона. Два рейлгана, чтобы отправить его куда-нибудь подальше. Идет отконтроливать красную, но вот, блин, и не там, и не тут, да? То есть, лежала мига, мог бы хотя бы мигу унести, но... Пожадничай, левел. И как в итоге просто подарил, да, и красную мигу. Ну, тут уже, по-моему, грусть-печаль. Ливай-удаляй. Можно сразу приступить к просмотру следующей карты. Интересно, какие они. Просто мне кажется, что Килсона выбрала именно Т7. Может, он смотрел за игрой Эвела и англичанина Гарпи. То есть, что Гарпи там вообще Эвел увлил. Будь здоров. Аккурсы, да? Давайте посмотрим. Хоть какую-то инфу получим. Ну, как всегда, овер 40% рейлга, но... А, это у Эвела, да? Ну, тут что-то... Что-то я не доследил. Килсона там, наверное, еще жестче. Сейчас нам его покажут, я надеюсь. Ну да, он заперся, Эвел. Хотя, ух ты! Как он там по бортику, да? Ловко-ловко. Проскользнул. Ну, в любом случае, в конечной табличке мы увидим показатели Килсона. Который, кстати, забрал Мегу и сейчас пытается уйти от Эвела через низ, наверное. Скорее всего, через низ он уходит. Нет. Ну, давайте включим так. Килсона есть. Нет, 33 рейл. 33 рейл, 30 шафт, 45 рокет лаунч. Немца. ГГ. Ну, так заканчивается первая карта. Опять-то, 7 отыграл Эвел. Отвратительно. Просто отвратительно. Так. И... Что в чате? Там уже финал начался. Токсик Килсон. Я не знаю, Беков, откуда у тебя такая интересная инфа. Но это значит, как бы, либо у Килсона раздвоение личности, либо где-то ты неправ. И насчет первого варианта я, честно говоря, не совсем уверен. А, ЗТН. Хорошая карта. Килсон тоже ее умеет играть. Поэтому, ну, тут, в принципе, может все начаться с минуты на минуту. Поэтому давайте выключим все картинки. Расставим все повы, как надо. Ага, вот так вот именно. И когда начнется матч, мы обязательно переключимся сюда. Ага, вот он и начинается. Хорошо. Поехали. Значит, смотреть будем за Эвелом. Я надеюсь, если там опять у нас Квейклав не затележит. А он не тележит. Просто великолепный распаун Эвела. Забирает он шафт. И понимает это Килсон. Понимает же, да? Ну, не совсем. Он совсем понимает. То есть там попытался он как-то подраться. И в результате чего Эвел... Он, правда, тоже неплохо там влил дамага ему. Ну, сейчас не хватает базуки, взлома и шафта. Вот он сейчас выходит на Лайтинган. Да, забирает... Пополняет запасы. Ой! Жесткий, жесткий Рокетланчер от Килсона. Ну, не стоило, конечно, надеяться на то, что этот парень промажет. Стоит в том узком коридоре, что он там не сможет просто дефалтные Рокеты залибить по ногам. И Эвел делает еще одну паузу. Тайм-ин. Что-то там он, не знаю, либо бинт может быть неверным. Либо еще что-то. Но, по сути, динамики это никоим образом не нарушает. Потому что оба игрока не видели друг друга. Ну, там и рельса влетела, и шафта Эвел получил. Ну, короче, плохо. Все, он продолжает спамить. Только чуть-чуть, буквально, сплэшем попал он к Килсону. Успел прыгнуться, немец. Кстати, очень мало ХП у немца. Что за... Что за вообще происходит? Я не знаю. На миге Эвел умудряется сделать фраг. Так, сейчас главное, чтобы Килсон не появился там на рейлгане. Потому что до этого самого, до мегахилса еще очень долго. А Килсон мог бы забрать, ну, заставить Эвела немножко понапрягаться. В этих моментах сразу же... Смотрите, ракету пытается отконтролить. Но лежит сейчас красная. Неужели Эвел упустит армор? Да, упускает. Он думал, что Килсон, наверное, побоится, да, там как-то красный забирать. И выйдет либо через шафт, либо... Ну, да, через шафт выйдет там на... Возможно, на нижний желтый. Как-то попытается его там забрать или почекать. Но не тут-то было. Килсон-то тоже парень не промах. Оказалось, что он решил рискнуть. И это приносит свои плоды. То есть, забирая еще один красный. Сейчас он пополняет стэк по ХП. Мигу уже у него сэвил. Ну, тут понятное дело, да, что... Килсон просто... Просто не выжит в этом моменте, когда он упал. Ну, крайне удачный респаун... Барселя. Ну, он разбился. Разбился из-за того, что эвил его подкинул. Омэгэ. Ай-яй-яй. Ну, может подрелить как-то или подшафтить. Но слишком поздно занял позицию на рейлгане. Злой. Не получилось каким-то... Каким-то должным образом нанести дэмэдж шафта, да. То есть, чтобы наносить дэмэдж шафта на красном, надо стоять там правильно, да. То есть, шафт держать уверенно. Угол должен быть хороший. Только тогда вы сможете попасть там, да. Там овер 30 шафта процентов. И... Ну, вообще, попадая овер 30 шафта, процент в дальнейшем... Процент попадания шафта начнет увеличиваться просто по... Экспоненциальному закону. То есть, из-за чего это происходит? Вы попадаете шафт, да. Энними начинает летать, влетать выше, 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 и в результате всех вот этих вот действий он начинает настолько высоко взлетать, что вы его просто сжимаете в угол. И в этом углу этим шафтом просто аннигилируете. Ну, там, ГГ, Нори, сразу на респаун. Вот, но, опять-таки, для этого и надо, да. Нужно попасть хорошо с шафта изначально, а для этого нужно хорошую позицию занять, то есть там удобную. Это намного тяжелее, вот на Т7 исполнить... Давай-ка я тебя на шафте прокачу, это намного легче, чем на ЗТН. Пытается Киллсон не выпустить Эвила. Вообще, ситуация довольно прискорбная. Три фрага ведет Киллсон, сейчас его вот этот желтый, ну, в определенной степени, возможно, спасает. Не знаю, сколько там было у Эвила, прошу прощения. Ух, полтинника там нету, забирал его Киллсон. Забирал, забирал. И на красном попадает рельсу, важнейшую, важнейшую рельсу попадает. Не позволяя Эвилу пуститься за собой в погоню. Да более того, он обходит красный и, смотрите, наносит еще дэмэдж. Да ну забей. Ну, блин. Грусть-печаль. Токсик домой. Тут и токсик Эвил. Что-то вспомнил про то, что в финале... В финале турнира победителя этой пары будет ждать... Швед. Надо все-таки... Йохан, что ли, его назвать? Йохан Квик, по-моему. Йохан Шустрый. Или... Надо почекать. Друзья, введите на Гудгейме в поиске токсик. Вот прям... Я не знаю, по буквам. Ну, вот токс, да. Еще Ай и Си. Добавить. Как вот у него? Токс, Ай Си. Именно там никаких единиц, никаких там... Джей, никаких Кью и... Все такое. Просто Т-О-Х-А-Си. И посмотрите, там должно быть написано его имя. Сообщите мне. Я просто очень интересно, как его звать. Прав я или нет? Может быть, кто-то так знает. Шторм, например. Может, вроде сцена неплохо понимает и знает. Киллсона тоже там фамилию бы было бы... Марсель Пол. Да? Угу, угу. Помним. Ну, тут на самом деле, вот как я уже хотел сказать ранее, все довольно печально. Уже тогда было 3 фрага на тот момент, когда я хотел свою мысль выразить. На данный момент сейчас будет, наверное, уже 6 фрагов, но вроде бы Эвил как-то там перешафтил немца. Ну, до конца остаются 3 с половиной минуты. Ох ты! Вот это просто вышел так вышел. Эвил просто... Ну, очень Шадо любит этот момент, я знаю. Он гордится этим, что... Я прошу разрешить мне так выразиться. Задрочил вот этот выход из телепорта и резкий... То есть ты знаешь примерно, где тебя ждет энеми, и вот этот вот резкий переход сразу же из выхода в телепорт, ты сразу дергаешь мышкой. Ты, зная свою сенсу, чувствуя... Чувствуя свой квейк, ты резко дергаешь мышкой и попадаешь вот этот рейл. Этим моментом очень... Да, Йохан... Йохан квейк, копсик. Все правильно, все верно. Йохан быстрый, Йохан шустрый. Йохан быстрый, токсик. Такой вот стиль. И Эвил, Эвил, Эвил. Не может никак догнать. Сотка армора и в запасе получил он. Рейл, вот сейчас хорошая позиция для того, чтобы, ну, все ракеты летят мимо, и базука 0 дамага. Бедняга Эвил, как же его жалко. В этих моментах, казалось бы, так близок к хорошему финалу, но не смог, не смог он сделать здесь фраг. И с каждым вот таким вот косяком он отдаляется. Ой-ой-ой, тут еще пролетают рейлганы. Тут еще нет стека. Возможно, ждет Эвил. Не-не-не, не чатится. Он что-то сейчас напишет, но, видимо, просто выжидал такую своеобразную паузу. Ну, ладно, две минуты еще есть. Так-то я зря здесь начинаю сопли разводить. Просто, опа, хороший заход нужна. Просто базука сейчас Эвил отлично попал. Но в итоге-то у Килсона осталось больше. Но у него 100 хп, Эвил не держит. Он сейчас плохой позиции для подбора красного. Сейчас лежит нижний желтый армор. Забирает его Килсона. Ай, блин, Эвил куда-то передвигается совершенно не туда, куда надо. И в результате этого, как бы, ну, не там, не там. Что-то как-то, блин, печально. То есть, в этой ситуации, когда лежал нижний желтый, то Эвилу надо было хотя бы либо на плазме подождать, либо просто крепко так встать на красном арморе, да, постараться занять позицию. Но у него почему-то не получилось ни то, ни то. Ну, что, друзья, давайте хотя бы сделаем какие-нибудь стоп-старты. Здесь финал сейчас начнется. Надо бы там на экспанте сделать стоп, чтобы потом на ютубчик-то все это дело загрузить. Так что не пугайтесь.